Ростовская область Прием в полпредстве. Обращение жителей области к президенту России рассмотрел губернатор. К сожалению, некоторые территории в весьма сложном состоянии. И я обязательно на это время побывать в городке, в том числе с учетом проводимых работ. Незаменимый председатель. Иван Бурлаков руководит хозяйством в Кашарском районе ровно полвека. Будет здоровье, будем улыбаться, работать, трудиться, преодолевать трудности. Хакатон – марафон для программистов. Задачу нужно решить за 47 часов. 47 часов – это больше, чем рабочая неделя. Но на самом деле здесь происходят такие рывки, которые равны примерно человеком месяцу обычного труда. Кто нам страшен после Баварии? Футбольный Ростов уверенно обыграл Анжи. Благодарю всем ребятам, что они подготовились и хорошо отнеслись к этой игре. Дмитрий Медведев. Завершается оценка имущества компаний банкрота, после чего его продадут на торгах. По мнению Василия Голубева, чтобы решить проблемы работников предприятий банкротов, нужно изменить законодательство. Закрепить норму, по которой 80% средств от реализации имущества банкрота направлять на погашение долгов по зарплате. Первые лица на Дону. Василий Голубев встретился сегодня с новым министром обороны Армении. Первую рабочую поездку в Россию Виген Сарксян неслучайно начал с Дона. Его страну и Ростовскую область связывают не только вопросы обороны. У нас на самом деле есть много совместных дел, как говорится, и много, на мой взгляд, перспектив. Мы их стремимся поддерживать. И это касается, наверное, не только сотрудничества военных ведомств, но и гражданские вопросы, требующие внимания, решения. Министр обороны поблагодарил губернатора за участие в открытии в Ростове мемориала памяти жертв геноцида армян. Встретился министр обороны Армении и с командованием Южного военного округа. Обсуждались вопросы взаимодействия объединенной группировки войск, созданной недавно на основе российской военной базы в городе Гюмри. Из Ростова армянская делегация отправилась в Москву, где Виген Сарксян встретится с Сергеем Шойгу и примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Капремонт многоэтажки, благоустройство улиц и парков, жилье для детей-сирот и строительство дорог. Семь обращений в приемную президента России рассмотрел сегодня в полпредстве губернатор. Ростовчанка с улицы Фронтовой обратилась к президенту с просьбой о благоустройстве. Всего 190 метров ее улицы перекапывали не раз, заложили булыжником, но ровнее она от этого не стала. В огуре одна, афтеристка, в 3 часа ночи, рядом пекарня, у них лесок был галлий, а по 3 часа ночи ведром носила этот галлий и присыпала в этих ягодах. Новый глава администрации докладывает, про улицу знаем, заасфальтируем уже в следующем году. Парадоксально, но некоторые жители против асфальта. Одни дома выше, а другой дом заметно ниже. Представляете, для этих домов это и уровень для тех, наоборот, провал. Здесь, конечно, нужна такая очень выверенная позиция и выверенные решения, потому что мы созданием дорог не испортили среду обитания. В ходе разговора выясняется еще одна системная проблема частного сектора. Люди порой не знают, куда обратиться для решения житейских вопросов. Губернатор поручает градоначальникам сделать такую информацию доступной. Попробуйте проецировать, как люди получают информацию, если она им необходима. Вот правильный вопрос, такой простой, банальный. Стоит машина, делают улицу, убрать машину. Кому обращаться? Наверное, к участковому. А как найти до участкового? Кто поможет его найти? Рассмотрел губернатор и коллективное обращение жителей 51-го военного городка по благоустройству сквера на Аганово. По информации главы администрации Ростова, на 90% выполнена укладка бордюров, закуплено 30 скамеек. Скоро появится игровой комплекс. Мы ведь не только здесь, а в ряде других территорий военные городки сейчас принимали. Это идет, работа еще не закончилась. Ну и, собственно говоря, к сожалению, некоторые территории в весьма сложном состоянии. И я обязательно на это время побывать в городке, в том числе с учетом проводимых работ. Положительно решены вопросы капремонта дороги в Миллерово, выделение квартир для девочки-сироты и переселенцев из ветхого жилья, а также строительство остановочного комплекса в Новочеркасске. Анна Туполева, Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону. Ростов-на-Дону. Сегодня в областном суде допросили Виктора Януковича. По видеосвязи бывший президент общался с Киевским судом по событиям 2014 года. Он выступает свидетелем защиты на процессе против сотрудников спецподразделения «Беркут». Нынешние украинские власти обвиняют бойцов в расстреле людей на Байдане. Янукович заявляет, что стрельба в феврале 2014-го была спецоперацией по свержению власти. И ни он, ни «Беркут» к ней отношения не имеют. Ростовский пес Никсон больше восьми лет спасал жизнь Фиделя Кастера. В 70-х годах на Дону родился щенок, помесь Панеля и Фокстерьера. Его подготовили для охраны, команданты отправили работать на Кубу. Ростовская школа кинологов тогда считалась лучшей в СССР. Подробнее расскажем в выпуске новостей завтра. Хакатон. Производная от двух слов «хакер» и «марафон». Участники, конечно, не взломщики, а программисты. Дистанция 47 часов. Именно за это время команды должны воплотить свою полезную идею. Южный IT-парк стал пространством для Хакатона. Это самое масштабное событие сезона для программистов, маркетологов, дизайнеров. Словом, всех, кто хочет поучаствовать в создании перспективного проекта. У нас идея сделать программу, мобильное приложение, туристический гид, чтобы она находила вам правильный путь по достопримечательностям и по красивым аллеям и различным местам. Мы с командой делаем решение по видеоаналитике. Смысл в чем? Это способ персонализировать покупателя магазина или посетителя кафе или ресторана в реальном офлайн-мире. Сделать это необходимо, поясняет Максим, чтобы по анализу посещений рассчитать будущую прибыль. Тем для разработок достаточно. Идеи носятся в воздухе. И главное в Хакатоне – поймать их и начать воплощать. Здесь в чем плюс? Есть эксперты, которые помогают. И если в бизнес-модели есть какая-то недоработка, соответственно, не указывается. И в будущем айтишник, молодой человек может это скорректировать и свой проект запустить по новой. Мы просто создаем питательную среду. И здесь реально ускоряется время. Здесь происходит 47 часов – это больше, чем рабочая неделя. Но на самом деле здесь происходят такие рывки, которые равны примерно человеком месяцу обычного труда. Победители Хакатона могут заинтересовать работодателей и получают возможность стать резидентами Южного айти-парка. Галина Белоусова, Андрей Токарев, на Дону. Танцующая, яркая и ароматная Индия на неделю обосновалась в Донской столице. В выставочном центре «Виртол-экспо» открылась выставка продажи экзотических товаров. Продавцы из Индии привезли товары, каких в Ростове не найдешь. За знаменитыми чаями, специями, украшениями из натуральных камней, шелковыми и кашемировыми платками очереди. Идешь здесь, потому что здесь товар прямо из мануфектора сюда, беспосредник. У нас все товары отручены работают, максимум товаров. И индийский рис, индийский чай, индийский пакарвала, индийский коври, там все есть. Здесь же ковры, деревянная мебель, косметические средства из природных компонентов. Популярная хна для волос и мехенди. Давно уже мы работаем в России. Мы первый раз приехали в 1995 году. Мы все города уже ввели, все люди любят наши товары, поэтому мы все индийские культуры, индийские ручные работы привезем сюда. На индийском импровизированном базаре торг уместен. За качество товаров поставщики ручаются. Все можно пощупать, примерить и попробовать. Например, бесплатно продегустировать чай. А чтобы торговля шла веселее, добавляют музыки. Виктория Ощуденина, Андрей Токарев, Надану. На ярмарке здорового образа жизни в Ростове-на-Данун для людей почтенного возраста устроили спортивный флешмоб. Опытные тренеры показали простые и безопасные упражнения на каждый день с элементами йоги для поддержания здоровья и хорошего настроения. На массовую зарядку вышли больше 60 пенсионеров. В Ростове откроют рыбный рынок на набережной возле Ворошиловского моста. Землю под него администрация Ростова выставит на торги в конце зимы. И хотя за рыбой ростовчане традиционно отправляются на центральный рынок и ходили еще в 19 веке, когда он назывался старым базаром появления рынка на набережной, вполне логично. По свидетельствам историков, позапрошлом веке на Береговой рыбой торговали прямо с причала. Идея создания базара принадлежит бывшему градоначальнику Сергею Горбаню. По его словам, такой комплекс может стать точкой притяжения как для горожан, так и для туристов. Предполагается, что в состав комплекса войдет и небольшой ресторан, где можно будет приготовить купленную рыбу. Какую рыбу можно поймать в нашей знаменитой реке, что по этому поводу думает Ростов-на-Дону. «Донская здесь хорошо в Когольнике была когда-то. И стерлядь была, и кита была, и три рубля банка трехлитровая, икры красной стоило привозили». «Садачок. Что еще там? Ну, стерлядь я редко, я не помню. Толстоловики там бывают». «Тоже лещо. Я думаю так. Мне кажется, я не очень рыбу просто люблю, поэтому». «Гибрид. Самая, да, донская рыба наша». «Ну и, конечно же, шумая, но, к сожалению, она же в Красной книге». «Толстоловик». «Толстоловик». «Самы» у нас есть, окунь есть. В принципе, в Дону, по-моему, все. «Судя по ответам ростовчан, в Дону и правда есть все. Это еще про пираний, забыли, которых несколько лет назад выловили местные рыбаки. На самом деле в Дону чаще можно поймать леща, щуку, судака, тарань, красноперку, сама, уклейку. К слову, новый рынок назовут шимайка в честь царской рыбы, занесенной в Красную книгу. Праздником всего Кашарского района стал юбилей в хозяйстве «Октябрь» села Росташ. В этой глубинке вот уже полвека бессменно на посту председатель колхоза Иван Бурлаков. Событие уникальное для всей страны. «Поздравления идут отовсюду. За 50 лет работы в одной должности множество друзей, коллег. Тот 1966 год, когда райком партии привез на колхозное собрание своего кандидата, помнят еще многие». «Те, кто, в общем-то, не работал в такой глубинке, тот не понимает, потому что здесь в те годы дороги не было. Вот, абсолютно дороги не было. Передвижение зимой было. Это трактор, это тележка, гусеничный трактор или кировец там и так далее и тому подобное». «И я начал в жизни делать первые шаги, когда Ивана Петровича избрали председателем колхоза. На протяжении 50 лет он возглавляет это предприятие. Я уверен в том, что это на самом деле подвиг». За 50 лет в жизни колхоза было, конечно, всякое. Но председателю удалось сохранить хозяйство, что в годы перестройки можно считать подвигом. Каждый день идти на работу и думать, что там в поле, на ферме, знать каждого человека и его жизнь. И люди не отпускали своего руководителя. Сегодня это коллективное многопрофильное хозяйство, в котором 1086 пайщиков. И наполняет оно налогами районный бюджет на 12%. Каждый выступающий эмоционально и образно отмечает трудовой подвиг председателя. «Судьба же, она во всем сказывается. Вы подумайте, такую лявку тянуть мог 50 лет только человек с фабилой Бурлаков». Поздравление от губернатора. На сцене и лично, по телефону. Поздравление тех, с кем начинал работу, и самых юных, идущих на смену. 43 года рядом с Бурлаковым, тоже в одной должности, работает главный экономист хозяйства. «Он очень грамотный, в смысле, просчитает все. Вы, наверное, видели у него цифры. Начиная с 1966 года, каждый год у него все цифры записаны». 50 лет председательства и 78 жизненных лет. Что дальше? А дальше будем смотреть. Будет здоровье, будем улыбаться, работать, трудиться, преодолевать трудности. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. На Дону. Кто был последним министром культуры СССР? Какой журнал основал Пушкин? Жителей Дона, как и всех россиян, протестировали по истории Отечества. Одной из 115 площадок по области стал пресс-центр «Дон-Медиа». С историей Древней Руси и смутного времени возможны заминки. А вот с Романовыми проблем не возникнет. Некогда круглая отличница Екатерина Стенякина сегодня свои знания оценивает на твердую четверку. Честно, вообще не готовилась к тесту. Я хотела бы узнать вообще, каковы мои знания остаточные после школы, университета. Что я помню, что я не помню. И я думаю, что пройдя тест, я очень хочу посмотреть свои результаты. Я хочу понять, в чем провал. Не открывала справочники накануне и депутат Госдумы Лариса Тутова. Уверена, неправильный ответ – не беда. Главное – вовремя провести работу над ошибками. «Здесь такие вопросы, которые, в принципе, должен знать каждый. И я только начала сейчас заполнять тесты и отвечать на вопросы, вижу, что есть непростые вопросы. И без специальной подготовки некоторым будет сложно их ответить». На тест отводится час. Ответить надо на 40 общероссийских вопросов и еще 20 региональных. Именно на них, по опыту прошлых лет, в основном спотыкаются экзаменуемые. Организаторы рассчитывают на 10 тысяч участников исторического экзамена. «В прошлое тестирование у нас самый взрослый тестируемый ему было 62 года в Ростовской области. Самому младшему было, получается, 15 лет, да, семиклассник». Областные итоги обещают подвести через неделю. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Надону. «День Георгиевского креста» отметили в Новочеркасском ЮРГПУ НПИ. Казаки Платовской сотни и кадеты почтили память погибших в Первой мировой войне. Среди тысяч героев, удостойных георгиевских наград, были студенты и сотрудники Алексеевского Донского политехнического института. Именно так назывался НПИ до 1918 года. Во время Первой мировой сотни студентов отправились на фронт добровольцами. На сегодня известны имена 274 политехников, участников той войны. «Донские казаки, практически 30% населения мужского, воевали на ее полях сражения. Это порядка 125 тысяч человек. Почти 40 тысяч были награждены различными наградами. Добровольцами шли только политехники, только учащиеся именно Новочеркасского политехнического института. Остальные пришли по призыву. В основном это были медики». 26 ноября 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую награду за боевые заслуги – императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. На Первой мировой георгиевские награды заслужили более миллиона русских солдат и офицеров, в том числе четверо донских политехников. «Как и сегодня студенты имели бронь, то есть они могли не идти на фронт, но они настоящие патриоты, поэтому они и сняли эту бронь с себя, прошли курсы специальное обучение военному делу дополнительное и после этого ушли на фронт». «Георгиевский крест – это не только символ мужества, стойкости и отваги, которые были на Руси и характерны для русских воинов, это еще и символ преемственности героического прошлого». Казаки Платовской сотни и кадеты Новочеркасского и Шахтинского казачьих корпусов возложили цветы к стелле политехникам-добровольцам и прошли торжественным маршем. Мария Филинкова, Ася Скрынникова, Юрий Бабенко. На Дону. О других событиях области сообщения с мест. Прием жителей Екатериновки провел глава Сальского района. Местный врач указала на аварийное здание амбулатории. Селу нужен модульный вариант. Глава предложил объединиться с соседним селом, конезаводом Буденова, и принимать больных там. Но оказалось, это не выход. «Владимир Ильич, ну там что же? Аварийная ситуация. Во-первых. Во-вторых, у меня четыре села. Мне хватает населения на одного врача». В итоге врач добилась своего. Строительство модульной амбулатории внесли в планы на 2018 год. Бывший сторож свинофермы пожаловался. Попал под сокращение и второй год не может получить зарплату за три месяца и выходное пособие. «Раз имущество есть, никому не продано, раз дело находится в банкротстве, но однозначно есть за этим имуществом люди, которым это не безразлично. Поэтому надо сейчас разобраться полностью, получить консультацию в прокуратуре и дальше просто людям помочь». Детский сад просит электрическую печь. Школа ремонта. Жители дорогу. Глава района поручил ответственным лицам рассмотреть все пожелания и дать ответы. В Матвеево-Курганском доме детского технического творчества ко дню матери открыли выставку детских поделок. «Когда ваши дети приходят к ним на зазнятие, они приходят не только к педагогам. Наши педагоги становятся для них вторыми мамами. И наш центр детского технического творчества становится для них вторым домом». Ну и какое же поздравление мамы без трогательной песни? «Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе». В Новошахтинске ко дню матери провели ежегодную акцию. Прохожие могли написать письмо или подписать поздравительную открытку и отправить своей маме по почте. Теплые поздравления писали и маленькие, и взрослые дети. «Счастье, и чтобы она всегда была такой, какая она есть». «Здоровье, терпение». «Детям здоровья, и мама будет здорова и счастлива, и все у нее будет хорошо». «Чтобы она оставалась такой же красивой и радостной, как всегда». Чем можно удивить футболистов Ростова после победы над Баварией? Теперь нужно спускаться на землю и продолжать чемпионат страны. На гостей из Махачкалы настроиться удалось и победить практически без проблем, хотя и с потерями. Ростов вышел на матч с Анжи составом, который несколько дней назад ракетой, как говорил капитан Гацкан, преодолел мюнхенский космос. Хотя казалось, что изменения в старте будут, ведь оставшиеся до конца года игры идут через два дня на третий. «По состоянию футболистов, по физическому состоянию, после консультации с медицинским нашим штабом было принято решение поставить состав на этот матч». А когда Ростов не экспериментирует с составом, жди победы. Инициативу хозяева в первом тайме практически не отдавали. По-настоящему голевой момент удалось создать на 23-й минуте. Калачев навесил с углового, Кипер Анжи парировал удар Наваса, а на добивании чуть не повезло Азмуну. Но уже в концовке тайма иранский мастер шанс не упустил. Ерохин нашел пас Амсердара, тот сыграл в стенку с полозом, улучшил позицию и пробил в противоход вратарю. 1-0. «Обе команды показали очень хорошую атакующую игру, но, к сожалению, хозяева свою первую стопроцентную возможность реализовали, а мы так и не смогли забить». Во втором тайме первая опасность возникла у тех же северных ворот. Павел Яковлев, который забивал в эту рамку в составе крыльев, бил зрячий, но Джанаев справился. А забили опять ростовчанин. На 79-й минуте Калачев исполнил угловой, Мевля полет мяча продлил и Гацкан в одиночестве расстрелял Белинова 2-0. Правда, через минуту капитан травмировал Шамиля Гасанова и получил третью красную в сезоне. «Намеренно вот такого желания навредить и сделать чьей-нибудь боль сопернику этого не было. Но опять в этот раз не видел ничего. Мяч шел отсюда, перелетал через него. Он с желанием дотянуться до этого мяча и просто как спортсмен что-то сделать. Выставил ногу безусловно. Вот там абсолютное нарушение». За здоровье игрока Анжи можно не беспокоиться. Все в порядке. Ну а гостям и в большинстве забить не удалось. Более того, мы могли довести победу до крупной. «Я благодарю всем ребятам, что они подготовились и хорошо отнеслись к этой игре. Так как всегда очень тяжело перестраиваться. Но тренера нам правильно сказали, что чем быстрее вы перестроитесь, тем будет лучше. Я думаю, у нас получилось». Уже в среду идущий шестым Ростов сыграет против 14-го Урала в Екатеринбурге. Лев Клинов, Тагир Фатахов. На Дону. Завтра на Дону отметим 75-ю годовщину первого освобождения Ростова. В сквере имени Фрунзе с участием губернатора пройдет церемония возложения венков и цветов к мемориалу павшим воинам. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин